Ну вот и утро. Нас позвали почти сразу. Сейчас будем к рампе подъезжать. Утро вообще, ну, хорошее солнышко. Вообще все офигенно. Ну вот так мы стоим. Погода офигенная. Вот фирма наша, логистическая. Пойдем. Сейчас будут разгружать. Все нормально. Сейчас разгрузят. И поедем дальше. Сейчас буду логисту, напишу куда дальше. Чтоб уже, блин, знать, чтоб сразу взять, завестись и погнать. Погода вообще просто. Просто в шортах. Ну все, мы разгрузились. Логист нам написал ехать в Орадею. Орадея это там уже рядом граница. Поэтому если до Орадеи ничего и не будет, а скорее всего там ничего не будет, то мы поедем в Венгрию. Ну в любом случае, короче, едем в сторону дома. В сторону дома. И будем по дороге собирать. Короче, в Румынии, ну, по крайней мере я, всегда вот, ну, в больших городах, как в первый раз, как будто едешь. Чтобы выехать с города, это надо искать дорогу в гугл там. То есть, ну, если ты заедешь в город, то в городе вообще труба дела. То есть надо искать объездную. Я примерно знал точку, где, ну, выезжать. А как еще и до этой точки доехать? Ну, я нашел точку, я знаю, где просто, где выезд. Ну, правильный есть. А вот как еще до этой точки, где выезд, добраться с места, вот, где я разгружался? Это вообще там-там проехал. Ну, вроде бы, должны сейчас более-менее правильно едем. Нихуя не понял. Ну, очень интересно, понимаете? Дальше посмотрим. Ну, что, едем вот так. В попутном направлении вместе с трамваем. Вроде сзади трамвай не подбирает. Держитесь справа и продолжите движение. Так, так, так. Нам показывает... Сюда... Грузовой. Поедем поздно. Далегатор показывает такие все проселочные дороги. Да, главное убедиться, что трамвай нас не догоняет. Так, здесь я вроде уже где-то ездил. А может, нет. Тут все одинаково так. Одинаково бардак. Скажем так. Так, 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 да, да, да. Здесь я ездил вроде бы. Потому что вот знак. Направо. Помню, что уходил здесь когда-то направо. О, точно. И мужик тот же с удочкой тут же, блин. Да-да, точно здесь. В прошлый раз он тоже стоял. Указывал мне дорогу. Значит, правильно едем. Кстати, на... На скане вот едешь. Очень приятно. Мягкая. Тут автомат, коробка. Едешь расслабленный. Не так, как на воле. Приятно. Так что... Кстати, на границе уже полтора часа стоим. И еще столько же будем. Сто процентов. С ума сойти. Едем в Словакию. У нас есть загрузка, но там 2 метра. Ну, едем в Словакию. Сейчас праздники тут. Все закрывается, короче. В четверг, по-моему, все закрывается. Сегодня вторник. В четверг все закрывается. В Венгрии так вообще закрывается. На 4 дня. Ехать нельзя. Там Польша будет закрыта. Но я думаю, если все завтра нормально пойдет, мы проскочим. Так что... Стоим, ждем дальше. Ну все, мы уже проехали. Мы уже в Венгрии. Короче, на границе я опять простоял без малого 4 часа. Офигеть. И вот так каждый раз. Вот уже утро наступило, блин. Вчера ехал допоздна. И, короче... В каком-то городе. Мне оставалось 5 километров до парковки. Вот остановился на какой-то вот такой парковке. Прям в деревушке. Решил встать. Негде было, просто негде. И думаю, до фирмы не поеду. Потому что... Что-то по... Картам посмотрел по гуглу, что... Вроде бы там... Ну, не встану нигде. И, блин, искал место. Просто... Искал какое-нибудь такое. Там были до этого, а я все до последнего. Ну, там были маленькие съездики. А я ехал до последнего все. Думал, где-нибудь встану, где-нибудь встану. И вот тут город. Какой-то оказался. Смотрю, какая-то в потемках. Еще проехал. Дал назад, смотрю. Площадка. Думаю, а я встану. Блин. Ну, вот так я. Ладно, мне осталось 5 километров. Поеду грузиться. Умоюсь. Поедем грузиться. Так, вот, подъезжаем к фирме. Где ж она? А, вот, Бекки. Бекки мне надо. Не, ну, хотя я бы здесь где-нибудь все равно бы пристроился. Наверное. Ну, хотя я бы кому-то мешал бы. Да и ладно, остались там ночевать. Тоже нормально. Тоже нормально. Так. Что мы сюда заезжаем? Сюда заезжаем. Блин, опять эти доски. Ой, маленькие доски. Вот 6 полет, блин. Это такие в Хорватии мы грузили. Точнее, наверное, ходите слева. Давайте заезжаем. Вот такие доски будут. 100%. Давай, давай, приезжай. КОНЕЦ Вот наш товар. Сейчас еще 4 палета будет. И вот задача-то. Мне дали 2,5 метра. Как это все загрузить? Сейчас посмотрим. Короче, пришлось на ходу придумывать, как ставить. Чтоб максимально, ну, по минимальному метров заняло. Короче, вот так. Выпирать будет. Но, что делать? На чем мы загрузились? Как я и предполагал, едем в Польшу. Ну, это было логично. В Польше есть 7 поддонов на данный момент. Так что, поедем туда. Нам, в принципе, до Польши недалеко. Здесь 84 километра до границы. До Барвинника. Надо где-то помыться. Но где-то не проблема. Просто... Ни фига ворота аж так открываются, а я вплотную подъехал. Помыться. Но это мы ладно. Сейчас загрузимся и там уже будем по обстоятельствам. Куда он дальше пошлет. Может, надо быстро, чтобы по-максимальному сегодня урвать. Потому что вот это в Польше не последняя загрузка. Что там будет 4 метра. У меня всего лишь будет полмашины только. Прикольно. Ворота открывается. Он только как-то... Как-то... Как-то нестандартно. Тут в деревнях, короче, в Словакии. Вот микрофоны висят и музыка играет на всю деревню. Я, кстати, первый раз, когда начал сюда ездить, слышу как-то какая-то музыка играет. Еду, у меня окно было открыто. Я растерялся, думаю, что такое, кто мне кричит. А это потом понял, что микрофоны. Офигеть. Кстати, блин, опять еду не пойми где. Опять решил срезать. И опять, наверное, буду потом страдать за это. Ну, не знаю, посмотрим, блин. Назад уже далеко возвращаться. Надо двигаться вперед, пока едется. Посмотрим. Вот с Дубни я доехал. Там решил срезать. Там свернул чуть-чуть, не там. И в итоге мы на таких дорогах. Машины вроде есть. Прям... Теревушки есть. Посмотрим. Правда, они тут такие, что... Лишь бы сейчас будет поворот. Лишь бы в поворот зайти. А то тут как-то узковато. Там дальше разберемся. Добавить. Добавить. Смотрим. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Прикольно.